Настало... Настало твое время. Привет, Рэпчадо, это Рэппостол. Сегодня невероятный день. Мы слушаем новый альбом Брокхэмптон Roadrunner New Light New Machine. Меня буквально распирает это чувство, потому что я прошел с Брокхэмптон весь этот путь становления. Три альбома Saturation за год. Потом возможность распада была. Иридесенс, Джинджер. И сегодня перед нами Roadrunner. Каким он будет? Там куча гостей. Мы сейчас все это послушаем. Баскат и Count On Me я уже слушал. Можете найти отдельные реакции на них. Поэтому я буду уже слушать непосредственно новые треки. Они решили не менять его, я понял. Пэйги распоясывался. Дом просто. Они сохранили этот переход. Chain On они уже представляли в рамках Technical Difficulties Radio. То есть такие неизданные треки, сниппеты различные. Трек вообще не изменился, кроме того, что они обрезали вторую часть. JPEG Mafia очень сильный куплет выдал. Но еще сильнее выдал куплет Дом Макленнон, который просто во все горло, во всю глотку там орет. Политические какие-то социальные моменты. Это действительно уклон в хип-хоп, как Кевин писал, что это хип-хоп альбом. И тут не так много мелодизма, привычного для Брокхэмптона. Именно хип-хоп с повторяющейся мелодией, поверх которого ребята разные, не только из группы JPEG Mafia, тоже накидывают сочные куплеты. Это слезы радости. Хип-хоп. Хип-хоп какой-то. Хип-хоп. Может показаться, что я реагирую чрезмерно, но Бэн Кролл, этот трек, который Брокхэмптон делали года три, наверное, он из альбома в альбом пытался переходить, они меняли стиль уже, а сап-роки там был все время. Куплет его менялся, менялся припев, то на припеве один участник, то другой. Инструментал менялся полностью. Здесь добавился уже сапферк, инструментал как бы включает разные версии в себя, то есть довольны и старые фанаты, и люди, которые его не слышали, и люди, которым надоел уже старый инструментал. То есть это такой какой-то папури бесконечное, все переходит одно в другое, куча куплетов, и припев Мерлина остался, и припев Мэтта, они сразу совместили два припева, и асап-роки, и какая-то гитара, и вот этот синт такой. Вот, и это просто, ну это просто капец какой-то, и в конце еще Джабари добавил свой какой-то куплет, такой эротичный. Я не знаю, короче, очень много всего здесь, и это однозначно должен быть хит. Это хит для Брокхэмптон. Субтитры сделал DimaTorzok Капец, капец. Дэлайт оставил меня просто без чувств. Это очень мощный трек. Наверное, мощнейший по энергии из всего, что делали Брокхэмптон. Трек в основном посвящен Джобе, и понятно, почему Джобе на обложке этого альбома. Во время записи, пока они работали над этим альбомом, его отец покончил с собой. И в своем куплете он обращается к отцу, говорит о том, что он где-то здесь, что он его чувствует. Кевин тоже там обращается к маме, говорит о трудных отношениях с Богом, о вере. И такой мощный инструментал с этой гитарой, ревущей, такой грубой. И это настоящий хип-хоп. Они могут спеть шугар и сделать красивую по песню, но это жесткий хип-хоп. Это тоже дом. Вот это я думаю, где ты, братан, где ты? Где Брофейс? Windows идет 6 минут, и там очень много нужно всего расслушать. Много куплетов, инструментал видоизменяется постоянно, но в нем чувствуется вот это влияние хип-хопа 2000-х или конца 90-х. Меня пока дико поражает Дом и Джоба. Это ребята, которые выкладываются вообще на 100, на 200%. Дом выдает какие-то дичайшие агрессивные куплеты. Джоба опять заигрывает с темой религии или мистики, эзотерики, я не знаю. Это прикольно, но как-то тяжеловато, слишком увесисто, потому что 6 минут это все-таки очень объемно. Чарли Вилсон, боже мой. Переход, блин, какой-то. Я чувствую, что I'll Take You On это просьба менеджера флейбла сделать явный такой вот поп-хит, потому что это не совсем характерная песня для Брокхэмптон, даже для Брокхэмптон, которые делают Шугар. Все равно вот этот апбит, ну какой-то такой быстрый, я не знаю, танцевальный типа ритм. Песня немного как-то звучит придурковато, типа дебильно весело, хотя на самом деле, по-моему, она о расставании, если я ничего не путаю. Я не могу сказать, что мне она особо понравилась, но да, это может залететь, конечно, в билборд. Fairface в каком-то моменте появляется и начинается вот это вот англеское пение. Нельзя использовать этот переход, этот переход из Bleach, из треков Saturation 3. Как-то вокал тиховат у него. Old News как-то, не знаю, нечего мне сказать. Прикольный трек, но почему-то я чувствую халтуру где-то, я не знаю, в припеве, может быть. Может быть, мне кажется, что как-то они не докрутили. Битловский прямо переход какой-то. Вот с Day Cajun интересный, опять, эксперимент с какими-то роковыми элементами. Переход такой, какой-то классический. Но я пока не могу понять, что я чувствую насчет этого трека. Как-то смешанное чувство, я не знаю, просто. Надо будет еще вникнуть и послушать его неоднократно, я думаю, потому что как-то сумбурно пока. Либо это женский голос, либо опять запичченный голос кого-нибудь из участников. Прикольный трек, легкий, опять женский вокал, который я не смог разобрать. Какие-то оркестровые скрипки, ну типа. Тоже я пока не знаю. Я пока не нашел с этим соприкосновением. Надо еще потом будет послушать. Субтитры сделал DimaTorzok Наверное, я ждал, что Roadrunner будет больше вот составить из таких треков, как Don't Shoot Up The Party. Потому что это прям какое-то безумие, сверлящий этот синтезатор. При этом агрессивный такой бит. Кевин выдал прикольные строчки. Достаточно, конечно, опять про большую часть, про гомосексуализм. Но в городе Корпус Кристи у меня есть своя улица. Это она Брокхэмптон стрит, в честь которого группа и названа. Джоба опять в конце так перешел на шепот и потом взрывной припев. Ну как бы хайповый, как бы клубный, хип-хоп. С автотюном. Они уделали Канье Веста на его же поле. Они сделали это. Они заставили Бэрфейс и Петя Господи. С учетом всех их неоднозначных строчек до этого и прочее. Они просто записали госпел-трек типа. Бэрфейс и Петя Господи. Бэрфейс и Петя Господи. Бэрфейс и Петя Господи. Он говорит о том, как он говорил с отцом, как он обращается сейчас к нему после его смерти. И говорит, что прошлое тебя не определяет. То свет стоит того, чтобы его ждать. То есть, сейчас может быть дерьмово. А за углом может уже быть всё прекрасно, типа о пистолете, который отец использовал, и смотрит ли он на меня с небес. Это тяжёлая тема. Брок Хэмптон всегда любили обнажать свои чувства, рассказывать такие личные истории, которые всегда на грани. Или ты с этим соприкасаешься, сопереживаешь, или думаешь, что это странно говорить о таком альбоме. Но я тронут. Определённо, да. Увы, я должен признать, что Roadrunner оставил какие-то смешанные ощущения, как и Ginger. Здесь многое кажется не так крученным, по-моему. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я выбрал не тот день, чтобы его слушать, не то настроение. Но мне кажется, что здесь есть очень крутые хиты, очень мощные треки, и какие-то провисающие... Вот там, где треки полегче, они как-то провисают. Не знаю, ребята умеют их делать, но почему-то в этот раз как-то... Я не особо понял настроение этого альбома, потому что есть что-то для вечеринок, что-то, под что можно прокачаться, что-то очень грустное, что-то очень расслабляющее. И я пока не особо понял, что такое Roadrunner. Альбом мне показался каким-то коротким, потому что здесь было мало самих участников. Я не знаю, как это объяснить, но я чувствую, что Брокхэмптон движется к выпуску сольных альбомов. И они как бы пытаются дать один трек какому-то одному участнику или типа того, то есть двигаются в ту сторону. Я не знаю, насколько это хорошая идея, потому что мне нравится, когда Брокхэмптон взаимодействует друг с другом, работают в команде, клево дополняют друг друга распевки эти, куплеты, которые как бы соревнуются друг с другом. Здесь как-то этого не хватает. Я просто пока не понял этот альбом. Я думаю, что я послушаю еще его несколько раз. Пока я даже не понимаю, нравится ли он мне больше, чем Джинджер. Хотя Джинджер я считаю довольно неудачным альбомом. Напишите, что вы вообще думаете об этом альбоме, согласны вы со мной или нет. И подписывайтесь на Rapostel, читайте нас, слушайте и смотрите. Спасибо за внимание.